Традиционный фестиваль Это игра «Сверель» 2015 года породил с собой следующий фестиваль, которому дала название наша глубоко уважаемая, любимая Татьяна Анатольевна Копцева и назвали мы его «Диалог искусств». Не надо забывать об исконно русских истоках, об исконно народном творчестве, об исконно душевном отношении к жизни, а «Сверель» именно такой инструмент. Вот мое сердце, болящее плоть, в коей душа дни и ночи страдает, я пред тобой вырежду, кто Господь, и на губах твоих я заиграл. Напомним, ежегодный фестиваль «Диалог искусств» проходит при информационной поддержке журнала «Искусство в школе». Смеловая Делина, она на основе программ, которые разобрутил музыкальный Дмитрий Борисович Кабалевский, создала очень простой, доступный инструмент на основе народной дудочки. Там нет нот, но есть цифры. И дети, не зная нотной грамоты, они уже могут сами издавать замечательные звучания, звуки, играть. А дошкольный возраст, который цифры еще не знает, им цветом обозначали. Музыка – язык чувств. Соприкоснуться с миром прекрасного «Сверель» позволяет почти каждому. Игра на таком простом и доступном музыкальном инструменте подвластна даже детям, начиная с четырех лет. Учиться на свиреле и играть по нотам, то нужно написать там цифры. Всего шесть цифр, как и дырочек. На ней очень удобно играть там. Это уникальный инструмент. Если говорить о его терапевтическом значении, это дыхание. А дыхание – это наше все. Это умение в хоре потом пользоваться правильно дыханием. Потому что если хорошее дыхание, то и звук хороший, и песня красивая для хора. Потом это очень быстро. Быстро можно научиться любому ребенку с любыми способностями. Мне все очень нравится. Я здесь третий год. Тут очень весело. Мы сближаемся с коллективом. Очень хорошо друг с другом дружим. Проводим весело время. Замечательный город, замечательный пансионат. Отличная программа. Наши дети никогда не сидят без дела. Мы не только участвуем в конкурсах, мы их ездим на экскурсии. Активно участвуем во всем, что предлагает нам фестиваль.